90-летний юбилей отмечает Нарьинмарский социально-гуманитарный колледж имени Ивана Павловича Ваучейского. Одно из старейших образовательных учреждений округа. За эти годы выпустило не одно поколение специалистов. О тех, кому колледж дал старт в профессию, расскажет Василий Хатанзейский. Степан Чуклин – специалист отдела информационных технологий. Он окончил колледж в 2019 году по специальности программист-техник. Сегодня в образовательном учреждении студенты обучаются по 14 специальностям. Одна из самых востребованных – профиль информационных технологий. Изначально я закончил школу в 9 класс, решил идти в 11, но по стечению обстоятельств друзьям позвали идти в педколледж на программиста. Я сначала отнесся к этому скептически, но все-таки пошел, в итоге закончил. Решение обучаться в колледже было скорее спонтанным. Но молодой специалист ни капли не жалет о своем решении. Сейчас Степан работает программистом в Центре развития образования и строит на будущее большие планы. Я закончил обучение, и это дало старт моей карьере. И в дальнейшем, я думаю, я буду повышать уровень своей квалификации по своему профилю. За 90 лет колледж подготовил большое количество профессиональных кадров. Илья Ваучейский окончил колледж в 2017 году. За 4 года обучения Илья понял, что идет в правильном направлении. Я прям не скажу, что я совсем отличник, но по аттестату, по диплому, который я получил, по техническим предметам, которые основные, по ним были четверки-пятерки. А русский и математика, думаю, пустим. И поэтому я решил пойти связать жизнь с чем-то, связанным с компьютерной, электроникой и так далее. Готовят будущие кадры профессионалов высоко квалифицированное преподавателем. Выпускники колледжа их не забывают. У каждого преподавателя свой подход. Каждый преподаватель по-своему какой-то особенный. Давали определенные знания, всегда входили в положение. Мне, не знаю, преподавательский состав очень нравился на протяжении всех четырех лет. От профессий технических до педагогических. Еще одна востребованная профессия – это педагог. Социально-гуманитарный колледж – единственное учебное заведение в округе, где готовят молодых учителей и воспитателей. Это когда экономика, поэтому мы немножечко затратили именно финансовый грамот. Виктория Кузьмина окончила колледж в прошлом учебном году. Обучаясь на финансиста, Виктория задумалась о педагогической деятельности. Недолго думая, после окончания обучения, Виктория решила вернуться в родные стены колледжа и начала свою педагогическую карьеру. Ну, так как я училась на финансиста, я преподаю экономические дисциплины, основу финансовой грамотности, экономику отрасли, основу менеджмента. Нравится, конечно же, преподавать. Я очень давно этого хотела. И вот моя мечта осуществилась в колледже. Несмотря на совсем маленький опыт в педагогике, Виктория ищет свои подходы для взаимодействия со студентами. А помогают ей в этом коллеги, которые выпустили не одно поколение молодых специалистов. Коллектив замечательный. Изначально, когда я была студенткой, они очень хорошо ко мне относились. Сейчас, когда я их коллега, они относятся ко мне с пониманием. У меня есть замечательный наставник. Чернятия Ольга Николаевна, Надежда Владиславовна, Павличук. Они находятся со мной в одном ПЦК. И мы сотрудничаем. И они мне помогают. Сейчас самый главный результат в работе молодого преподавателя – это хорошие успехи студентов. Так как мы с ней, грубо говоря, на одной волне, материал усваивается достаточно очень легко. Её пары проходят очень продуктивно. И нам очень нравится. Несмотря на свой серьёзный возраст, колледж идёт в ногу со временем. Модернизируется материально-техническая и образовательная база учреждения. Открывается набор на новые специальности, а студенты, как и полагается, живут насыщенной и весёлой студенческой жизнью. Василий Хатанзейский, Антон Водряков, Вадим Стасёк, Леонид Шишелов. Телеканал «Север».